Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает познакомиться со сказкой Владимира Георгиевича Сутеева, которому в июле 2022 года могло бы исполниться 89 лет. Родился Владимир Георгиевич Сутеев в Москве 5 июля 1903 года в семье врача, но отец его не только лечил людей, он увлекался живописью, пел и читал книги своим сыновьям, которые очень любили его слушать. Старший, а им был Владимир, и сам рано научился читать. В 5 лет он уже вполне самостоятельно одолел таинственный остров Жюля Верна. Любил он очень рисовать, но став взрослым, Сутеев выбрал все-таки инженерно-строительный факультет Высшего технического училища. Правда, быстро перебежал в институт кинематографии. Было это в 1924 году, тогда он уже работал художником и его рисунки публиковали в журналах. Среди самых известных его работ – иллюстрации к произведениям Корнея Чуковского и Самуила Маршака. С 1936 года Владимир Сутеев работал режиссером на киностудии «Союзмультфильм», а в 1941 году, перед тем, как уйти на фронт, он закончил работу над «Мухой цикотухой» по произведению Чуковского. В 1947 году Владимир Сутеев пришел работать в самое большое в стране детское издательство – «Дед Гиз». Вот бывает так, работал человек художником, рисовал картинки к детским книжкам, а потом стал рисовать мультфильмы. Однажды подумал-подумал и стал писателем. А может, все дело было в его секрете? Владимир Сутеев мог одинаково владеть правой рукой и левой, причем одновременно одной мог писать, а другой рисовать. Владимир Григорьевич Сутеев не сразу начал писать для детей. Сначала он создавал мультфильмы, работая художником-мультипликатором, но в один прекрасный день решил попробовать себя в литературе. Результатом этого решения стало множество удивительных добрых сказок Сутеева для детей, иллюстрированных рисунками самого автора. Сутеев – потрясающий детский иллюстратор. Каждая сказка в книгах автора сопровождается красочными иллюстрациями. Они не только помогают укунуться в мир фантазии, но и делают процесс чтения еще более увлекательным. Автор создавал рисунки для своих книг с особой любовью. Это можно увидеть, если присмотреться к персонажам. Каждая деталь тщательно прорисована, а цвета подобраны с большим мастерством. Обилие иллюстраций – отличительная часть от книг Владимира Григорьевича. Благодаря этому можно сказки Сутеева читать или смотреть, как историю в картинках. Какие же они сказки Сутеева для самых маленьких? Это уникальное явление, ведь они будут интересны и познавательны и крохам, и детям постарше. Главные герои в них – хорошо знакомые всем животные, которых можно увидеть во дворе, в лесу или в зоопарке. В сказках Сутеева для самых маленьких персонажи попадают в разнообразные ситуации, позволяющие проявить им свои лучшие качества – доброту, самоотверженность, терпимость. Каждая история по-своему познавательна и поучительна. В одних сказках автор показывает, насколько важна в жизни дружба. Настоящий верный товарищ всегда придет на помощь и выручит из беды. Другие истории помогают понять, что добро всегда вознаграждается, а зло будет наказано. Предлагаю послушать сказку Сутеева «Мешок яблок». Эта сказка Сутеева легла в основу одновременного мультика. В ней рассказывается, как отец большого семейства, заяц, ищет пропитание для своих детей в лесу. Но что же было дальше, мы сейчас с вами узнаем. Ходил заяц с мешком по лесу, искал грибы и ягоды для своих зайчат. Но, как назло, ничего ему не попадалось – ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зеленой поляны увидел он дикую яблону. А яблок румяных на ней и под ней, видимо-невидимо. Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут ворона прилетела, на пенек села и каркает. Карр, карр, безобразие, каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц, здесь яблок на весь лес хватит, а у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок, мешок тяжелый, не поднять. С трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое, поднял голову заяц и обомлел. Перед ним медведь стоит. Что у тебя там в мешке? спросил медведь. Заяц пришел с себя, открыл мешок и говорит. Вот яблоки, угощайтесь, дядя Миша. Попробовал медведь одно яблоко. Ничего, яблочки освежают. Проревел он, набрав большую горсть яблок и пошел своей дорогой. А заяц к себе домой. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата. Пищат хором. Дяденька заяц, дяденька заяц, дайте яблочек. Ничего не поделаешь, пришлось снова мешок открывать. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа. Куда идешь, колючая голова? спросил заяц. Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой корзиной. Ты лучше у меня яблоко возьми. Бери, не стесняйся, у меня их много. Сказал заяц и насыпал ежу полную корзину яблок. Вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятами гуляет. Их заяц тоже яблоками отделил. Ходил, ходил заяц и устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг... Спасибо, дружище, сказал крот и исчез под землей вместе с яблоками. А в заячьем домике давно ждут папу зайца. Чтобы скоротать время, мама зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам. И тут кто-то постучал в дверь. Дверь распахнулась, а на пороге появились бельчата с большим лукошком, полным орехов. Вот этого мама просила передать. Чудеса, прошептала зайчиха. Пришел ежик с корзиной полный грибов. Хозяин дома? спросил он зайчиху. Да нет, как с утра пошел, так и не возвращался. Попрощался еж, ушел, а корзину с грибами оставил зайчихе. Соседка коза принесла капусту и крынку молока. Это для ваших детей, сказала она зайчихе. Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крышка под пола и показалась голова крота. Это дом зайца? спросил он. Да, мы тут живем, сказала зайчиха. Значит, я правильно подкоп вел. Обрадовался крот и полетели из-под пола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла. Привет зайцу! крикнул крот и исчез под землей. А ворона все каркает. Карр, карр, всем яблоки раздал, а меня хоть бы одним яблочком угостил. Смутился заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко. Вот, самое лучшее, клюй на здоровье. Очень мне нужно твое яблоко, я их терпеть не могу. Карр, карр, что делается? Родным голодным детишкам пустой мешок несет. А я, а я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу. Куда же ты пойдешь, глупый? Смотри, какая туча собирается. И побежал заяц обратно в лес. А когда прибежал к своей заветной яблоне, то там волк сидит. Увидел волк зайца, облизнулся и спрашивает. Тебе чего здесь нужно? Я яблочки хотел собрать зайчатам. Значит, ты яблочки любишь? Люблю, люблю, люблю. А я зайцев очень люблю, зарычал волк и бросился на зайца. Вот тут-то и пригодился зайцу пустой мешок. Накинул его заяц волку на голову и наутек пустился. Уже поздно ночью приплелся заяц к своему дому. А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала, тихо плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь. Скочили зайчата. Ура! Папа пришел! Зайчиха подбежала к двери. На пороге стоял заяц, весь мокрый. Я ничего, совсем ничего вам не принес, прошептал он. Зайчик мой бедный! Воскликнула зайчиха. И вдруг страшный удар потряс дом. Это он, волк! Заприте дверь, прячьтесь все! Закричал заяц. Зазвенели стекла, распахнулось окошко и появилась большая голова медведя. Вот, держи от меня подарок, пророчал медведь. Нот настоящий, липовый. Утром вся зайчья семья собралась за столом. А на столе чего только нет. Грибы и орехи, свекла и капуста, Нот и репа, морковка и картошка. А злая ворона удивляется. Никак ума не приложу. Как могло из пустого мешка столько добра появиться? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ